всем привет привет наши зайчатки наши подписчики и гости нашего канала у нас мы начинаем новый вдох сегодня зимочкой мы уже собрали анализы да мочу собрали скажи кал собрали мы колыши правда с вечера я собрала не знаю пойдет он или нет с утра он тоже покакал но я не стала ее вымывать убирать короче думаю ладно сойдет вот да мочу собрали с огромным трудом я даже наверное на эту тему запишу отдельный ролик потом как можно было бы проще собрать для детей от двух с половиной двух наверное ну да где-то 2 2 с половиной трех лет можно было бы попроще но жалко я к этому пришла гораздо позже уже когда уже почти собрали вот мы сейчас выходим у нас время где-то 7 утра с чем-то там анализы мы состоим в клинике давай где же мне фон взять то вот так вот наверное ладно давайте на фоне стены так анализы у нас мы можем сдавать у нас мы находимся не в поликлинике а клиника то есть мы по полису и плюс мы еще доплачем свои деньги вот 10 тысяч всего это не так много по сравнению с тем что бывает вот мне очень нравится наша клиника я просто безумно в нее влюблена вот мы состоим в клинике поэтому у нас анализы по с 8 утра до 10 насколько мне помнится но мы сейчас уже я попила кофе димочка у меня голодный но в принципе не хочет есть наверное не знаю взять мне сок или нет наверное не буду брать его сок этот вот мы только-только воду собрали мочу частями чуть-чуть в ванной собрали чуть-чуть он уже бегал у меня я уже устала сидеть вот еще чуть-чуть до собрали чтоб уж было ее много сейчас у меня ребенок бегает без трусов мы сейчас одеваемся идем короче сегодня мы сдаем глобальный какой такой анализ сказали что к садику готовимся но в садик мы получим наверное мама говорит следующем году теперь только ну я надеюсь конечно что еще и в этом году что может быть по осени все таки будет распределение мы попадем потому что принципе до нас очередь уже доходит но вполне возможно что может дойти в следующем году то есть у нас принципе таки вот в россии все так вот вот и потом мы сдадим анализ короче мы сегодня мочу кал сдаем кровь на сахар на что-то еще что я сейчас уже не помню и мазок из попки вообще я была честно говоря в шоке надо же я никогда бы не думала мама рассказала вам такая да я знаю так делают тогда да в садике так уже делают дай да не зря говорят век живи век учись прямо точно про меня когда очередь дойдет до этого узнаешь это шоке ничего себе вот плюс нам значит дали баночки вчера нашей клинике это вообще огромнейший плюс я не знала мы уже в этой клинике третий год состоим и я только-только об этом узнала плюс нам сказала педиатр что теперь мудина может быть недавно может быть только-только есть томатолог в нашей клинике или он появился или он был не знаю вчера мы уходили была огромнейшая просто очередь все в маленькой комнатке сидели ждали метров 12 наверное комнатка где-то так но небольшая ну человек 10 наверно там сидела точно вот наверно к стоматологу я так подумала но я скорее всего не стала я на рецепте мне проще позвонить и записаться это гораздо будет быстрее лично для меня потому что вчера быстренько без масок пошли быстренько ребенка посадила просто на коляску и мы быстренько быстренько уехали потому что мало ли чего и не дай бог вот не знаю если мы будем записываться к стоматологу то я планирую либо чтобы мы пришли последние либо самые первые самые первые мы сможем прийти потому что мы приходим обычно туда заранее за час мы можем прийти то есть еще ходим гуляем поэтому нам это будет гораздо удобнее чем какие-то там по счету и сидеть просто ждать вот не знаю как будет там честном оттолгом ну наши клинике конкретно вот в нашей все очень просто легко то есть если ты пришел раньше а допустим у тебя там допустим ты пришел в 12 а твое время в час то тебя принимают в 12 потому что больше никого нету это супер допустим вот в клинике в другой на кирова если у тебя время в час допустим а ты пришел в 12 нет сиди и жди если даже ты пришел на 2 на 3 часа раньше нет сиди и жди то есть блин это просто кошмар то есть клинику платишь туда деньги вдруг ну плюс такой она у них в принципе такое отношение видимо как раз это клиника находится самый там самаре в самом самом далеке видимо ну я не знаю короче как то так вот сколько мы там болтаем вот опять я заболталась а вот опять заболталась все мы собираемся и выходим и идем так мы пойдем на сегодня клинику сейчас потом мы хотим на рынок пойти еще в парке погулять хотим сейчас мы соберем надувные пузырьки хотим взять с собой игрушку поиграть пузырьки потому что тут дома потом очень полы скользкие а там наверное будет нормально погуляем потом подойдем на рынок и пойдем домой на сегодня такой интересный очень деньок я надеюсь вы пойдете вместе с нами все сейчас увидеть уже через секунду где же мы окажемся как они по ветру видишь летят красиво ты их выше подними вот а вот так все и пускай полетели еще нажимай давай 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 пускай там полно еще выше ее подними вот так вот сколько пузырей на травке что-то она перестала полетели не сразу да давай давай пускай да стой там там стой у них я не ходи по дороге о-о-о-о смотри сколько пузырей сколько пузырей много какие они красивые огромный такой красота какая красивые пузырики о-о-о-о-о как икринки маленькие да как маленькие икринки падают 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 да как икринки маленькие а сейчас уже есть чего на дерево да полетят они Полетят на дерево они? Давай на дерево пускай. Собачке даже интересно стало. Что там такое происходит? Давай, пускай, пускай. Ну пускай, пускай. Вот такие. Ой, они все туда летят. Пускай, Дима. Какие они прям струйкой у тебя летят. Друг за дружкой, да? А вот смотри какая собака огромная там, пушистая. Красивая. Смотри за тебя. Видишь вон? Пушистая. Так, купили смородинку. Это пойдет маме. 199. Было, кстати, 205 или 209 она. Еще неделю назад. Или две недели назад. Сейчас уже 199. Так, это наше. Так, это мой салат. Творожок купили с Димочкой. Молочко. Молоко я взяла. Ну все, ладно. Так, тварок. Надо было кефир взять на блинчики. Ну ладно. Так, я все взвесила. Все по 500. Это почему-то 10 литр. Ну не знаю почему. А, нет. Теперь показ нормально. А было меньше. Я думала, ну вот, неужели обманывают. В контейнер. Сейчас я буду творожок складывать в контейнер весь. И мы будем сейчас уже завтракать. Время у нас 10 утра. И дальше посмотрим, что у нас будет. Так. Готовим мы с Димочкой сегодня обед. Обед. Да. Обед. У нас такой стаканчик. Туда мы наложим творожок. Хочу я сделать Димочке немножечко сегодня по-другому. Творожок. Вместе со сморолиной. И Диме я и себе тоже. Так, видно, что там. Да. Вот. Сходили мы. Сдали мы анализы. Баночки наши. Подписала их по старинке, как обычно. Надо было, кстати, может показать. Но я на скотч обычно бумажечку подписываю. И заклеиваю сверху скотчем. Вот. Чтобы не протекет. Чтобы осталось видно, чтобы не перепутали там. Ничего. Вот. Кровь сдали с пальчиком. Короче, все хорошо. Димочка не плакал. Когда прокололи пальчик, он даже вздрогнул. Но не плакал. Молодец. Вот. И нам к педиатру. Теперь на следующей неделе идти. Вот. Так. Наверное, хватит, я думаю. Ага. Еще молочка нужно будет добавить. Здесь. Здесь веселые будем. Годенька. Здесь он прям крупняшечки. Ну ладно. Все туда же перекладываем. Будем ей сделать вкусный творожочек. Ну она сочная, кстати. Вкусная. Сладкая. Вот. Ролик у нас выходит с опозданием. Поэтому у нас смородина еще есть. Вот. Ну, к сожалению, я записываю. Знаете, все самое интересное. Но, к сожалению, его очень много всего. Да, Дима? Да. Вот. На улице у нас шли мы было довольно тепло. Обратно шли. Прям замерзла я. И Дима замерз. Туда шли. Прям так запарились. Все люди в куртках идут. А я вообще пошла в майки с голыми плечами. Декольте. Прям вообще. На меня смотрели. Такое ощущение было, как будто на улице минус 40. А я иду в шортах. Вот. Ну, как будто нет снега. Так. Все. Делаем. Сейчас посмотрим, что же у нас там получилось. Так. Все-таки я решила добавить немножечко молочка. Скажи, иди. А у нас все хорошо. А у нас все. А у нас все. А у нас все хорошо. Так. Сболтаем его. Я обычно всегда его так сболтала. Для молочка у меня сегодня другая баночка. Я нашла стеклянную баночку. Он будет у меня теперь в стеклянные баночки налит. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Добавим. Чуть-чуть. Добавим. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Добавим. Чтоб он не шлеплется у нас. Пойдет, надеюсь. Молоко, к сожалению, такая штука. Вернее, когда оно в пакетиках. Что может и пролиться. У нас однажды, я помню, еще с мамой я жила ребенком. Было возле холодильника. Тоже вот так вот был стол. А, вот так стоял холодильник. Тут стояла бутылка пива стеклянная. А за ней то ли молоко, то ли творог. Вот такой вот в мешочке открытый. И это молоко начало падать. Или кефир, вернее. Не знаю, по-моему, кефир, да. Или бифидок, может быть, начало падать. Короче, эту бутылку сдвигать. И они, короче, вместе... Нет, бутылка упала. Разбилась, что ли, по-моему, она. Или нет. Вот я сейчас не помню. И кефир, конечно, тоже упал. И эти брызги по всей кухне. Вообще, прям было что-то с чем-то. И, конечно, была я виновата. Мама ругалась очень сильно. Хотя, по-моему, поставила она. Ну, виновата я. Так, дальше поехали. Так, ну вот, смотрите. Уже попробовала, пока вытаскивала. Очень, кстати, вкусно. Чем больше добавила смородина, тем получилось даже вкуснее. Такая еще молочка добавила я. Такая вот консистенция, как свекла. Но очень вкусно получилось. И вот и там бубнишь. Сонючий малыш сегодня. Смотрите, какая у нас получилась вкусняшка. Это наш творожочек с молочком. И с черной смородиной. На. Ложка. Ложка золотая пришла к Диме. Я себе сделала такой. Снимай пробу. Чего? Ты мусишься или, мне кажется? Ну, она немножко не сладковатая, да? Ложкой бери, Дима. Ложкой. Руками сейчас испачкаешься. Мед Диме нельзя, у Димы аллергия на него. Поэтому, может быть, сахар добавлю. Ложечкой. Так, и моя ням. Ням. Ой. Ням. Поехали. 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 Поехали.